У нас в студии гости. Это Даниил Николаевич Семёнов, начальник отдела по исполнению административного законодательства Управления ГИБДД Крыма. Здравствуйте. Здравствуйте. Даниил Николаевич, расскажите, пожалуйста, вообще, как сейчас обстоят дела с эвакуацией? Ну, такой вопрос, который один из самых актуальных, но обычно люди не учитывают его. Когда человек выходит из машины, оставляя при этом там ребенка, собаку, еще, любое другое животное, могут ли эвакуировать этот транспорт? Нет, конечно, данное транспортное средство не может быть эвакуировано. В законе четко прописано и в порядке, что сотрудник специализированной организации обязан осмотреть транспортное средство, убедиться в том, что в нем не находятся ни дети, ни животные. Соответственно, ну, даже если вы видите, что транспортное средство заведено, я сомневаюсь, что человек его оставил на 2 часа, чтобы оно поработало, попалило бензин, поэтому такие транспортные средства не эвакуируются. А если вот незаведенная машина, если он выключил, по первому ключу? Не вопрос, если он стоит с нарушением правил остановки стенки, в транспортном средстве никого нет и ничего нет. Ну, по крайней мере, ничто не подвещало. А если там мяучит кошка, то... Если мы что-то услышим, увидим, да, соответственно, сотрудник специализированной организации ее не эвакуирует. И что в таком случае? Как будет наказан нарушитель? Водитель транспортного средства будет оповещен, вызван, составлен инвестивный материал в отношении его за нарушение, именно которое он допустил по остановке стоянки. А это штраф, да? Да, штрафы разнятся от 1000 до 5000 рублей в зависимости от места, где он поставил свою машину. То есть логически получается, что... Ну, понятно, что когда ты приходишь на место своей стоянки, где оставил машину, и машина не оказывается, это шок. Начинается масса сложностей с забирания машины с автостоянки. А чего стоят вот эти штуки, глипки, которые потом нужно объявить? Да, то есть получается, что если я оставлю там животное, то машину не эвакуируют и выпишут штраф, и я не заплачу еще даже за штрафы. Но опять-таки, я же вижу, если это животное как-то будет видно. Проявится. Понятно, если человек затонирован по кругу, то, соответственно, он еще не соответственный за нанесение тонировки, поэтому мы так не увидим ничего, понятное дело. Мне кажется, что самое худшее, знакомая ситуация, признаюсь вам честно, когда эвакуировали машину, и когда вот эти липкие ленты отдираешь, мне кажется, это такое наказание, что никаких штрафов не надо, честное слово. Это уже сотрудникам специализированных организаций, у них прописано вот этот материал, что необходимо опечатать все места, которые возможны, открывания, поэтому... Ну это и бак, понятное дело, что... Бак, дверь, багажник, да, все. Ну а вот вообще, как мы чаще нарушаем жителей Крымской столицы или гостей? Часто нарушают, но непосредственно снизился по центральной части города уровень, скажем так, нарушаемости, поэтому в настоящий момент мы работаем, следим за порядком, скажем так, на территории всего полуострова. Да, в том числе весь город Симферополь охватывается деятельностью наших сотрудников, и в случае установления нарушения правил остановки стоянки, да, вызывается эвакуатор и сообщается, ну, соответственно, принимаются меры. А вот вопрос такой, если я вот... Такое очень часто бывает, кстати, я хожу по бульвару Франко, и в тех местах, где прям переход, люди ставят машину. Могу ли я, например, сфотографировать это явление и... Да, очень много приходит сообщение от граждан на официальный портал ГИБДДРУ, на крымский сайт госавтоинспекции, который регистрируется у нас, соответственно, в канцелярии, и по данным нарушениям у нас возбуждается вместительное производство, проводятся проверки, да. Просто в случае вашего фотографирования, скажем так, транспортного средства, которое стоит с нарушением остановки и стоянки, мы не знаем, кто конкретно нарушал. То есть машина не может быть источником, скажем так, применения. То есть даже наличие на фотографии номеров не накажется? Да, нам надо установить, кто непосредственно был водителем данного транспортного средства и нарушил. Да, потому что можешь сидеть любой другой человек, да? Конечно, да. Мы можем обратиться к собственнику, собственник скажет, что я эту машину продал там 5 лет назад. Так что жалусь и не жалусь? То есть бесполезно. Нет, в любом случае проводится весь комплекс камеры, видеонаблюдения, ну, очень много всего используется. В админрасследовании проводится определенное количество времени, месяц-два, поэтому там очень много привлекается граждан за вот эти вот такие вот виды нарушения. То есть есть вероятность, что негодяй будет накажен? Конечно, в обязательном порядке. А вот на каких стоянках в городе самое большое количество, самые дорогие штрафы? Вот где вот лучше вообще нарушать? Нет, ну, нет такого, что... Ну, незаконные места для остановки? Это места для инвалидов, да. Если вы ставите транспортное средство на место для инвалидов, для стоянки, и вы не имеете соответствующего удостоверения инвалидности любой группы и соответствующих знаков, таблички «инвалид», соответственно, вам грозит штраф до 5000 рублей. Это самый большой, да? Да, с эвакуацией транспортного средства. Вы знаете, далеко не все симферопольцы ездят на автомобилях. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать у симферопольцев, у горожан. Мы, в принципе, спросили просто, как они предпочитают добираться, и можем вам показать, как. Давайте узнаем прямо сейчас. Пешком я живу пять минут ходьбы от работы. Мы уже на пенсии, поэтому мы выходим тогда, когда все нормально ходит. Ну, я за ходьбу не люблю. Выхлопные газы и желательно поменьше бы транспорта в нашем городе. На такси. Пешком. Почему? Потому что с утра большие пробки, очень тяжело, много людей, и транспорт плохо ходит. Пешком ходим. Мы не добираемся вообще. Вы не работаете? Я не работаю, а она на соседней улице, слава богу, работает. По времени смотрю. Если время есть, позволяю, то я после своей работы хочу продышаться и в воздух, например, по пешкам. У меня такая работа, что меня забирают. Ну, и хотелось бы спросить, хватает ли у нас эвакуаторов вообще? В рамках исполнения наших обязанностей мы фиксируем нарушение правил остановки стоянки. Понятно, все мы охватить не можем, с учетом того, что личный состав, помимо выявления фактов нарушения остановки стоянки, должен заниматься другой работой. Соответственно, вот за день выявляют наши сотрудники, машина ставится на штрафплощадки. Специализированные организации имеют определенную, скажем так, машиновмещаемость. То есть те, которые у нас в городе Симферополе находятся, там от 50 машин, например. Ну, соответственно, если всем вместе накинуться, можно, конечно, на штрафплощадки. Потому что в городе, да, они очень много нарушителей, поэтому здесь вы видите центральную часть города, очень много нарушений правил остановки. Я просто к чему спрашиваю? Вот насущный для меня вопрос. Добираясь на работу, это улица Ленина. Вот как раз, наверное, вы проезжали, да, которую пересекает Пролетарская. И вот, в принципе, в старом городе, они же улочки эти узкие. И вот один поставят с одной стороны машины, да, вот так вот, второй поставят. И ты просто проезжаешь, и встречка даже не разминутся, просто шахматная вот такая же. Если водители своими действиями, скажем так, преграждают движение, ставят машины там, что мешает проезду других транспортных средств, в том числе специализированных машин, скорая помощь, пожарная. Конечно, граждане звонят на 102, на полицию, вызывается эвакуатор, машина оттуда эвакуируется. Да, через полицию, в любом случае сообщение, да, через подразделение территориально. А быстро отреагируют и приедут? Ну, достаточно. Ну, достаточно сколько? Ну, я думаю, что в течение получаса, ну, информация будет поступать моментально. То есть дежурный дает информацию сотрудникам ГИБДД, а уже сотрудники ГИБДД вызывают эвакуатор. Насколько я понимаю, проблема, на самом деле, гораздо глубже. В Симферополе не так много стоянок в центре города, и действительно есть сложность, где поставить машину. Ну, по поводу проблемы стоянок в городе Симферополе не наша компетенция немножко, да, здесь надо городским властям отнести, потому как, конечно, граждане многие жалуются на то, что сначала сделайте парковки, потом эвакуируйте транспорт. Ну, здесь не моя компетенция, не могу вам ничего пояснить по этому поводу. Вот, и почему я еще говорила о заулочке, потому что вот бывает, что местами и в том числе в старом городе сделали дороги, да, вот это Красноармейская улица, по-моему, называется, а вот есть такие же, что все-таки и с ямами, и ты пытаешься как-то объехать, в общем, 102, если что, и полчаса ждем, чтобы, если не достучались предварительно, конечно, до водительной. В любом случае на каждое сообщение, которое поступает на 102, в обязательном порядке проходит реагирование. То есть не может быть такого, что вы позвонили на 102, и вам никак не отреагировали на него вообще. А если у меня не специализированный транспорт, я не вызвала скорую, либо пожарную? Ничего страшного, вы не можете проехать сами, ничего страшного. Бывают же люди стоят просто на выезде из двора. Просто перегораживают, да, и вообще непонятно, что. Да, почему? Ну, спасибо вам большое за такую информативную беседу. Теперь буду знать, куда обращаться, в случаях, когда буду очень сильно возмущена. А у нас в гостях был Данил Николаевич Семенов, начальник отдела по исполнению административного законодательства управления ГИБДД Крыма. Большое вам спасибо за интересную беседу. Спасибо.